здравствуйте мои подписчики и гости канала сегодня в этой видео лекции мы рассмотрим расчет медленно вращающихся барабанов данная лекция она входит в цикл лекций посвященных проектированию машин и аппаратов пищевых производств в пищевой промышленности для проведения процессов перемешивания просеивания фильтрации изготовления творога покрытия конфет с сахарным песком и других а применяются машины рабочим органом которых является медленно вращающийся барабан который может быть расположен горизонтально или наклонно обрабатываемый продукт засыпается в барабан и при вращении последнего пересыпается и перемешивается или просто перемещается в осевом направлении одновременно подвергаясь обработке размеры барабана определяются необходимым объемом рабочего пространства внутренняя поверхность барабана бывает либо гладкой либо с насадками лопастями винтовыми вставками снаружи на барабан устанавливаются бандажи это такие кольца прямоугольного квадратного или коробчатого сечения и винцовое зубчатое колесо каждый бандаж опирается на два ролика или две пары роликов обеспечивающих свободное вращение барабана нагрузка от барабана с заполненным материалом передается бандажами на ролики опоры и далее на основание машины вращение барабана осуществляется через венцовое зубчатое колесо от привода по обоим концам барабана устанавливаются камеры для загрузки и выгрузки материала а также для отвода вторичного сырья время пребывания материала в гладком пустом барабане зависит от длины барабана его диаметра угла наклона к горизонту угловой скорости вращения параметров и расположения вставок угла естественного откоса материала рассмотрим некоторые зависимости которые мы далее будем использовать для расчета барабана если окружная скорость барабана равна v барабана равно 0,5 d омега то тогда скорость точки в осевом направлении будет равна в нулевое равно а в барабана умножить на тангенс бета а время пребывания материала в барабане то у равно и большое на в нулевое отношение площади сечения барабана заполненный материалом ко всему поперечному сечению барабана называется коэффициентом заполнения козе который находится как и в малое на ф большое где f мало эта площадь сечения барабана заполненная продуктом а f большая площадь сечения барабана при этом коэффициент заполнения обычно равен от 0,1 до 0,2 если не учитывать влияние частиц продукта друг на друга их отдаленности от оси барабана и угла естественного откоса то пропускную способность гладкого барабана можно определить по формуле который вы сейчас видите на экране отношение диаметра барабана к его длине как правило берется равным от 0,25 до 0,125 угловая скорость в пределах от 21 до 84 сотых радиан в секунду или от двух до восьми оборотов в минуту ориентировочно омега рассчитывается как 0,4 0,8 d в степени минус 0,5 причем первое значение угловой скорости пригодна для барабана большего диаметра а второе для барабана меньшего диаметра окружная скорость не должна быть больше одного метра в секунду угол наклона барабана обычно лежит в пределах 2-3 градуса отдельные цилиндрические обечайки барабана соединяются сваркой двух рядными швами с накладкой из двух половин толщина стенок барабана дельта ориентировочно принимается равные 0,01 его диаметра наивыгоднейшее расстояние между опорами 586 тысячных л при котором изгибающий момент получается значительно меньше чем при расположении опор по краям барабана для понижения местных напряжений и распределения нагрузки на большее сечение под бандажами и венцовым зубчатым колесом вваривается усиливающее кольцо толщина которого дельта к берется в полтора два раза больше толщины барабана на слайде показана конструкция крепления барабана на башмаках и подкладках усиливающее кольцо вварено в корпус головки башмаков попеременно расположены по обеим сторонам бандажа подкладки служат для лучшего центрирования бандажа сила тяжести барабана рассчитывается по формуле представленный на слайде опоры роликов устраиваются так чтобы обеспечить возможность их перемещения в радиальном направлении и вокруг оси вращения барабана реакция опоры а также силы сдвигающие опоры по горизонтали относительно основания машины сила прижимающая опору к основанию машины усилия среза болтов если мы считаем их не затянуты прикрепляющих опору к основанию машины эти формулы представлены на слайде ширина бандажа определяется по формуле представленной на слайде также на слайде представлена расшифровка обозначений входящих в формулу наружный диаметр бандажа д большое n принимается равным сумме следующих величин диаметра барабана д большое удвоенной толщины ввариваемого усиливающего кольца удвоенных высот сочетаний прокладки под башмаки самого башмака и бандажа ширину ролика бывалая r принимают несколько больше ширины бандажа в соответствии с рядами нормальных линейных размеров ряда и нормальных линейных размеров вы можете уточнить в гости при этом необходимо учитывать линейное удлинение барабана от температуры если рабочая температура технологического процесса т т больше температуры окружающей среды т нулевое это удлинение можно определить по формуле представлены на слайде для облегчения монтажа и большей надежности работы опорного устройства ширину ролика а в ряде случаев увеличивают на 25 40 процентов по сравнению с шириной бандажа диаметр ролика dr можно принимать равным двум диаметрам цапфы а диаметр цапфы несколько меньше ширины ролика сочетание всех размеров ролика должно быть конструктивно оправданно увеличение отношения до ролика когда большое н снижает контактные напряжения ролики изготавливаются из материала менее прочного чем бандажи например из чугунов sc15 sc18 проверку на контактные напряжения возникающие в материале бандажей и роликов производят на основании формулы представлены на слайде если при проверке значений сигма максимум будет высокая то ширину ролика необходимо будет увеличить для исключения осевого перемещения барабана необходимо предусматривать упорные ролики далее в этом видео я представлю расчет параметров барабанной сушилки по следующим данным известны диаметр барабана д большой 2 метра длина барабана эль большой 5 метров угол наклона барабана бета 2 градуса рабочая температура сушки 100 градусов цельсия частота вращения барабана n 7,6 десятых оборотов в минуту плотность продукта ро одна тысяча тридцать килограмм на кубометр внутренняя поверхность барабана гладкая сейчас я представлю вам этот я представлю вам расчет а параметров барабанной сушилки в виде презентации итак в начале а мы найдем угловую скорость вращения барабана по формуле представлены на слайде по угловой скорости вращения найдем окружную скорость барабана которая составила менее 1 метр в секунду это значит условие выдержано далее находим скорость перемещения продукта в барабане в осевом направлении и время пребывания продукта в барабане после чего примем коэффициент заполнения барабана продукта козы 0,1 и рассчитаем производительность машины при этом учтем что барабан гладкий рассчитаем толщину стенки барабана в соответствии с рекомендацией толщину усиливающего кольца примем равный 40 миллиметров а длину 200 миллиметров рассчитаем силу тяжести барабана с двумя усиливающими кольцами изготовленными из стали st5 силу тяжести продукта находящегося в барабане и суммарную силу тяжести барабана и продукта учитывая на барабане наличие венцового зубчатого колеса и других неучтенных конструкций примем окончательно вес барабана 32 тысячи ньютонов положим что барабан покоится на двух опорах на каждую опору в этом случае будет приходиться нагрузка равная 16 тысяч ньютонов в каждой опоре имеются два ролика угол расположения ролика допустим равным гамма 30 градусов цельсия рассчитаем реакцию опоры силу сдвигающую опору по горизонтали относительно основания машины силу прижимающую опору к основанию машины а приняв что опоры основания изготовлены из стали и коэффициент трения покоя равен на 15 сотых тогда найдем усилия среза болтов рассчитаем ширину бандажа если принимаем ку малая равная 1 мега ньютонов на метр принимаем ширину бандажа в соответствии с рядом нормальных линейных размеров ира 10 б равно 10 миллиметров ширину ролика примем равной бр 12 миллиметров то есть несколько больше чем ширина бандажа однако надо учитывать еще и перемещение бандажа по ролику в связи с линейным удлинением барабана под действием рабочей температуры на длине расположения роликовых опор температурный коэффициент линейного расширения стали в пределах указанных рабочих температур от 20 до 100 градусов цельсия равен 11,4 на 10 в минус 6 единицы деленное на градус цельсия таким образом удлинение барабана по формуле приведенной выше l малая будет равно 2,67 миллиметра ширину ролика окончательно принимаем равный 14 миллиметров по сравнению с шириной бандажа увеличение ролика составляет 40 процентов по этому параметру ширину ролика увеличивать больше не следует определим наружный диаметр в бандажа зададимся высотой сечения бандажа равны 30 миллиметров высотой сечения подкладки под башмаки равны 5 миллиметров высотой сечения башмака равный 10 миллиметров тогда наружный диаметр бандажа будет равен 2170 миллиметров. Диаметр ролика примем равный 22 миллиметра. Проведем проверку на контактные напряжения, возникающие в материале бандажей и роликов. Предварительно по справочным таблицам в инженерно-технической литературе найдем для стали ST5, то есть из той стали, из которой изготовлен барабан. Модуль продольной упругости E1 равен 2 на 10 в пятый мегапаскаль. И для чугуна SC18, материал из которого изготовлен ролик E2 0,8 на 10 в пятый мегапаскаль. И по ранее приведенной формуле найдем сигма контактная. Полученное значение сигма n превышает допускаемые контактные напряжения для стаи и чугуна. Допускаемые контактные напряжения находятся по таблицам в справочниках. Для увеличения длины линии действия нормальной силы при контакте бандажа с роликами добавим еще по два ролика в каждой опоре. Тогда расчетное контактное напряжение будет 9 1332 на 10 в пятый паскаль. Это напряжение незначительно превышает допускаемое контактное напряжение материала бандажа и поэтому расчет можно считать оконченным. В этой лекции мы рассмотрели расчет медленно вращающихся барабанов. Я напоминаю, что эта лекция входит в цикл лекций, посвященных проектированию и конструированию машин и аппаратов пищевых производств. С другими лекциями по этой теме вы можете ознакомиться, перейдя по ссылкам в описании. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик уведомления. А чтобы не пропустить ни одного нового видео, поставьте все уведомления. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.